Принцесса Евгения оказалась в центре скандала. Внучка Елизаветы II подверглась критике за невежливый поступок по отношению к Кейт Мидлтон. Поклонники заподозрили наследницу принца Эндрю в неприязни к герцогине Кембриджской. Причиной послужил неоднозначный кадр. На днях принцесса Евгения опубликовала серию снимков с празднования платинового юбилея правления Елизаветы II. На одном из фото члены королевской семьи запечатлены на балконе Букингемского дворца. Внимательные поклонники заметили, что Евгения обрезала на снимке Кейт Мидлтон. Многие сошлись во мнении, что она сделала это намеренно. Она просто убрала Кейт с фото, по-моему, здесь все очевидно, как-то странно она фото обрезала. Все равно же и волосы видны, и часть платья. Не сказала бы, что оригинальный кадр не поместился бы в размер. Очень ловко обрезала Кейт с фотографии. Ей просто не нравится Кейт. Она в команде Гарри, и это совершенно нормально. Но она определенно сделала это нарочно, высказались пользователи. Одна из самых обсуждаемых тем недели, связанных с королевской семьей, схожесть дочери герцогов Сасекских с ее отцом, принцем Гарри. Это заметили пользователи соцсетей сразу после того, как в сети появились снимки Лилибет, сделанные во время празднования ее первого дня рождения на заднем дворе коттеджа Фрогмар. А теперь и самого принца Гарри сочли похожим на одного из родственников благодаря одной из старинных фотографий Спенсеров. Брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, поделился в соцсетях фотографии своих двоюродных прадедушек, сделанной в начале 1900-х годов. На черно-белом снимке запечатлены Сесил и Джордж Спенсеры, и при внимательном его рассмотрении становится заметна схожесть одного из них с герцогом Сасекским. Фотография сделана в западном Нордгемптаншире, где мальчики занимались конным спортом. Пост с фотографией получил тысячи лайков и сотни комментариев от фанатов королевской семьи. Большинство не смогли не отметить, что тот мальчик, который стоит справа на снимке, вполне мог бы быть отцом или братом принца Гарри, настолько схожей внешностью они обладают. Многие пользователи отметили, что сила генов в королевской семье невероятно велика. Второго мальчика с фотографией считают похожим на Луи Кембриджского, племянника принца Гарри. Первая неделя июня стала для принца Гарри и Меган Маркл двойным праздником. Герцоги спустя два года вернулись в Великобританию, чтобы отметить платиновый юбилей королевы. А 4 июня дочери герцогов, малышке Лилибет, исполнился один год. За день до своего дня рождения девочка познакомилась со своей прабабушкой Елизаветой II. После празднества сасекские поделились фотографией, на которой именинница в нежно-голубом платье запечатлена на заднем дворе коттеджа Фрогмархаус. Королевские поклонники были очарованы и удивлены, ведь малышка очень похожа на своего отца принца Гарри. У нее такие же рыжие волосы и озорной взгляд. Вечеринка по случаю дня рождения Лилибет прошла в довольно закрытом формате, поэтому на торжестве присутствовали только самые близкие люди. Однако спустя неделю после праздника фанаты стали сопоставлять факты прошедшего торжества, и оказалось, что Лилибет связана с кузиной своего отца, принцессой Беатрис. Дело в том, что праздничными снимками малышки занимался знаменитый фотограф Миссан Гарриман. Именно он является автором кадров с помолвки герцоги Нью-Йоркской Эдаарда Мапеле Моцце. Фотографии Миссана в черно-белом цвете были сделаны на территории Большого Виндзорского парка, где также расположен коттедж Фрогмор Хаус, королевский дом принца Гарри и Меган Маркл. Это была такая привилегия отпраздновать первый день рождения Лилибет с моей и ее семьей. «Радость и раскрашивание лиц, на малышах был аквагрим, окружали нас повсюду», – написал фотограф в социальных сетях. Стоит отметить, что именно Миссану было доверено сделать снимки Меган Маркл, когда она ждала второго ребенка. После герцогини поделилась радостной новостью с публикой в соцсетях как раз накануне Дня Святого Валентина. Отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей остаются напряженными. Супруги остались недовольными тем, что на торжествах по случаю платинового юбилея им досталась роль приглашенных звезд второго плана. Визит герцога и герцогини Сасекских в Великобританию не оправдал их ожидания. За четыре дня празднования 70-летия королевы на троне пара появилась на публике только один раз – на службе в соборе Святого Павла. На балкон Букингемского дворца во время парада Труппин «The Color» супругам выйти не удалось. Поприветствовать зрителей смогли только старшие члены королевской семьи. Королевский эксперт Анжела Левин считает, что теперь герцог Сасекский ждет извинений от своих родственников. Что действительно было очевидно, так это гнев Гарри. Все его эмоции были на лице, и он выглядел разъяренным. Я думаю, что он был очень расстроен из-за того, что его игнорировали. Вероятно, он ждет извинений, – рассказала она. 4 июня дочь принца Гарри и Меган Маркл, Лилибет Диана Моунтбеттен Виндзор, отпраздновала свой день рождения. Малышке исполнился один год, и по традиции на празднествах такого рода одним из главных блюд является торт. Конечно, сами Сасекские не рассекретили дизайн и начинку изделия, однако это сделала кондитер, которая, к слову, уже сотрудничала с герцогами и готовила праздничный торт на их свадьбу. Шеф-повар Клэр Птак в минувшее воскресенье опубликовала в своих социальных сетях фотографию десерта, украшенного розовой глазурью. «Фри Лили», – гласила подпись к публикации Птак, что натолкнуло королевских поклонников на очень интересную мысль. «Фри Лили. Полагаю, что этот торт был сделан для Лилибетт. Как это прекрасно, восхитились подписчики. И, конечно, не упустили возможность поинтересоваться в комментариях, действительно ли этот торт был сделан для дочери Меган Маркл и принца Гарри. Стоит отметить, что изделие было украшено пионами, любимыми цветами герцогини. Фанаты вспомнили, что у торта был такой же дизайн, как у многослойного лимонного бисквита, который Птак приготовила для свадебного торжества Гарри и Маркл. День рождения малышки Лилибетт прошел в Великобритании, а за день до своего праздника девочка впервые познакомилась со своей прабабушкой-королевой Елизаветой II. В день Иксвы Фрогмор Каттедж, королевском доме Сасекских, прошла вечеринка, на которую были приглашены только самые близкие друзья и родственники. Сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими детьми, Джорджем, Шарлоттой и Луи, не смогли присутствовать на торжестве, так как отправились с визитом в Уэльс, чтобы отметить платиновый юбилей королевы. Источники утверждают, что день рождения Лилибетт прошел в очень расслабленной обстановке. Формальных развлечений не было. Главная идея праздника заключалась в том, чтобы это было очень непринужденно, чтобы люди могли свободно приходить и уходить, когда захотят, отметили эксперты. В понедельник были опубликованы снимки с субботнего празднества, на которых Лилибетт позирует в нежно-голубом платье. Поклонники восхитились тем, как малышка похожа на своего отца принца Гарри. У нее такие же рыжие волосы и озорной взгляд. К слову, семья Сасекских вернулась в Калифорнию еще до окончания празднований платинового юбилея королевы, пропустив театрализованное представление, которое проходило в центре Лондона. Накануне в Великобритании прошло знаменательное событие – празднование платинового юбилея правления Елизаветы II. Множество знаменитых людей поздравило королеву, в их числе, например, модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Кроме того, специально к знаменательной дате в страну прилетели принц Гарри и Меган Маркл вместо сыном Арчи и малышкой Лилибетт. Правнучка наконец-то была представлена Елизавете II. Однако стало известно, что Ее Величество запретило фотографировать свою первую встречу с Крохой. Как выяснилось, молодые родители планировали привезти частного фотографа в Виндзорский замок, чтобы запечатлеть момент долгожданного знакомства. Вероятно, этим фотографом мог стать Мишан Хариман, который присутствовал на праздновании дня рождения Лилибетт. Однако Елизавета II была настроена категорически против и отказалась давать разрешение на съемку. По словам инсайдера, близкого к королевской семье, Ее Величество забеспокоилось, что семейные кадры будут проданы американским СМИ. Источник добавил, что даже во время празднования платинного юбилея правления монарха члены королевского клана держались на расстоянии от принца Гарри и Меган Маркл, чтобы не провоцировать неловких ситуаций на публике, а также исключить ненужные пересуды в прессе. Конечно, такая отдаленность сасекских от королевских родственников сильно разочаровала боссов Netflix, которые сейчас снимают реалити о жизни супругов. Из знаковой поездки в Великобританию им решительно даже нечего показать зрительской аудитории. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл решили долго не задерживаться в Лондоне. Супруги спешно уехали в Америку до окончания празднования юбилея правления Елизаветы II.